Собственно говоря, тема моего доклада, рассказа, презентации это научные социальные сети и прочая публикационная активность. Почему эта тема является мне интересной, почему она в принципе сейчас является актуальной, потому что в научном мире, в некоторых его частях, царит некоторое такое безумие. Если кто-то сталкивался, то есть люди меня поймут. Прежде всего у меня вопрос к присутствующим здесь. А кто может сказать, что он считает, что почувствовал когда-то вкус науки или видел ее со стороны? Есть ли такие люди? Я когда-то, значит, да, хорошо, есть такие люди. А может быть кто-то хочет заниматься наукой потом в будущем, но страшно этого боится? Есть такие люди, да. А может быть кто-то видел тех людей, которые занимались наукой или занимаются наукой, да, и эти люди их пугают? Так, отлично. То есть наука во всяком случае не представляет чего-то такого страшного для нас, незнакомого, и чего мы никогда не видели. А кто студенты? Есть люди, которые студенты уже? Недавно были студентами, не больше чем 5 лет назад выпустились. А да, отлично. А будущие студенты, которые хотят у меня быть есть, здесь бы я должен был провести профилитационную работу, пригласить к нам учиться, но я не буду. Ну давайте двигаться дальше. Значит, следующий слайд, пожалуйста. Значит, многие из нас зарегистрированы в социальных сетях, пользуются ими. Я вот ими пользуюсь. Это заставляет большое, знаете ли, удовольствие и огромное потерю людей. Зачем мы пользуемся социальными сетями? Ну, кроме того, чтобы убивать время. Мы там находим единомышленников, мы что-то с ними обсуждаем, мы черпаем какую-то информацию. Например, если нас интересует что-то в соперплате, да, что происходит, мы смотрим ВКонтакте, там есть группа, все очень здорово. Оказывается, что социальные сети есть и в научном мире, причем это узкоспециализированные научные социальные сети, и они служат тем же самым целям, которые представлены здесь на слайде. Очень важно понимать, что социальные сети научные, они отличаются от обычных социальных сетей. У них нет мусора. Ну, совершенно понятно, что мы подписываемся на большое количество друзей, на большое количество групп, и когда мы протестываем венту на росте, то там много мусора, да. Научных социальных сетях этого нет. И люди, занимающиеся наукой, могут погрузиться в эту научную деятельность в голову. Казалось бы, там скучно и неинтересно. Оказывается, нет, и мы это увидим дальше. Давайте дальше. Значит, есть англоязычные социальные сети, это те сети, которые появились первыми. Ну, почему? Потому что интернет развивается там существенно более оперативно, и мы всегда находимся в состоянии догоняющих. Ну, вот здесь они представлены, я про одну из них расскажу чуть более подробно, другие просто покажу, может быть, издалека. Давайте дальше. Значит, первая наиболее такая живая социальная сеть, это «Лисючгейт». Социальная сеть, собственно говоря, о чем говорит нам эта социальная сеть, есть у них слово, которое говорит нам, что, значит, сделать свои исследования виденными. Большая проблема российской науки, российских ученых заключается, не всех отдельных представителей, заключается в том, что люди валятся в собственном соку. Они пишут статьи для себя и для своих учеников. Свои ученики потом пишут такие же научные статьи, такие же научные статьи, да, для себя и для своих учителей. Они хватят друг друга и, в принципе, не выходят за пределы вот этого, значит, компота. Да, но потом иногда бывает, что результаты этих исследований видят другие люди, приходят в ужас, да. Я вот не устаю рассказывать, как один уважаемый человек, доктор экономических наук, рассказывая о своих достижениях в университете, привел в свое открытие, три формулы. А я математик, поэтому я взял еще и сделал две выхватки. Получилось гениальное открытие. Один равно один. Вот, это правда. Буквально недавно я видел следующий труд этого же человека, и он там делает детские математические ошибки. Ну, некому ему об этом сказать. Он не общается с сообществом научным. Понимаете, да? Общение очень важно. Давайте дальше. Ну, примерно так выглядит сеть Академия. Значит, чем она хороша? Там есть большое количество людей, которые занимаются наукой. Их там можно находить, можно заводить связи. Я ей, честно говоря, не пользовался, ничего про нее хорошего сказать не могу. Давайте дальше. Ну, тут вы видите, есть слоган «Успеоцитрищен байп» много процентов. Значит, это одна из основных проблем науки, которая есть сейчас. Большая часть российских ученых занимается не наукой, они занимаются тем, что они повышают сутируемость, там, лейтинги куда-то растут. Они вот этим занимаются, а наука, она как бы ни при чем. Давайте дальше. Это социальная сеть, посвященная наукам социальным. Чем она интересна? Она интересна тем, что в ней есть большое количество статей, полнотекстовых статей, то есть можно их скачивать и читать по социальным наукам. Совершенно различные разделы здесь есть. Единственное, что, если я правильно помню, эта сеть, она больше израильская, и язык, на котором здесь пишется, не всегда понятен. Ну, это странный. И совсем не русский. Давайте дальше. Ну, наконец, есть социальные сети российские. Вот такая социальная сеть. Значит, Сайпипл называется. Чем эта сеть интересна? Ей, наверное, почти никто не пользуется. И я когда... Вот про социальные сети я рассказываю, наверное, ну, уже года два. Пока я рассказывал, мне мою презентацию пришлось несколько раз переделать. Почему? Потому что дизайн сайтов меняется, функционал добавляется как-то, да? Это единственный слайд, который я ни разу не поменял. Вот. Единственное, что я сегодня не заходил, не проверял, но я почти уверен, выглядит точно так же. Ну, может быть, количество людей увеличилось, я не вижу здесь, естественно, на жилье. Давайте дальше. И вот мы возвращаемся к нашему «Лесёч-гид». Вот так он выглядит сейчас. И первое, что я сделал сегодня, я зашёл на него, это стране буквально сегодняшний, да? Первое, что я вижу, мне рекомендуют, вот, конкретно мне рекомендована для вас статья. Значит, чудесным образом оказывается, что эта статья в большой степени соответствует моим научным интересам. Понимаете, да? Кроме того, здесь вот есть информация о том, что человек, на которого я ссылался в своих научных статьях лет, это, к 7 тому назад, да, а живёт он в Японии, я, честно говоря, не был уверен, что он жив ещё. А он, оказывается, добавил две свои публикации. Понимаете, да? И если бы я перестал чуть ниже, там есть кнопочка, которая позволяет мне к нему обратиться и попросить полный текст этой статьи. То есть, социальная сеть полностью обеспечивает все нужды меня, как учёного, или как начинающего учёного, или как мечтающего о научной деятельности человека, для того, чтобы в мире науки не потеряться. Чтобы было понятно, как это выглядело лет 10 назад, да? Лет 10 назад о том, что вот Атихика Мияча опубликовал две статьи, я бы узнал лет через 1-2 после того, как это произошло, и то случайно, да? И тексты эти получить бы я не смог, только разве что, если бы через знакомых знакомых я узнал, что есть ещё третьи знакомые, которые могут к нему обратиться напрямую, да? Здесь это всё делается очень просто, через социальные усилия. Кроме того, если я молодой, значит, такой дерзкий, перспективный, умный учёный, да, я хочу посмотреть ещё и мир. Я, конечно же, хочу работать в своей стране, но хочу посмотреть мир. Пожалуйста, раздел «Работы для вас», вот он у меня справа есть, то есть можно, в принципе, совершенно спокойно посмотреть. Они ждут ли меня, молодого перспективного, или ли там, знаете ли, месяц? Давайте дальше. Что помогает делать ещё социальная сеть или сеть или сеть Кейт? Она помогает мне следить за моими публикациями, да? Дело всё в том, что когда я пишу статью в серьёзный политичный журнал, то я, скорее всего, подписываю бумагу о том, что вот все права на распространение этой статьи я передаю издательству. Я не имею права торговать на рынке своими статьями, да, я не имею права требовать за них деньги ещё каким-то способом, но спустя какое-то время издательство открывает полный текст моих статей для широкого доступа. Они, так скажем, два года зарабатывают на этом деньги, а потом они открывают это всё для всеобщего, значит, обзора. И в этой социальной сети появляется информация, которая меня уведомляет о том, что вот есть такая публикация, мы её сами нашли. А ваша ли это публикация или нет? Всё, что не остаётся, это согласиться, что да, моя или не моя. Можно, наверное, конечно, сказать, что моя, но не мою, но дождём. Ну, давайте двинемся дальше. Значит, важный момент коммуникации в научном мире – это момент, связанный с ответом на вопросы. Ну, чтобы было понятно. Когда я сижу и изучаю свой интегральный оператор в математике, да, он особенно-то никому из моих близких не нужен, никто о нём ничего не знает. О нём немножко знает мой научный руководитель. Может быть, знает ещё несколько человек вокруг меня, да. И хорошо, если я имею возможность задать им вопрос. Но если вдруг я разрабатываю, я, скажем, пишу докторскую диссертацию и делаю что-то, чего до меня никто не делал, да, спросить не у кого. Я могу, конечно, написать письмо куда-нибудь далеко, в далёкую Австралию и ждать ответа, да, если моё письмо не попадёт в раздел «Спам». Социальная сеть даёт возможность мне задать вопрос и, соответственно, достаточно быстро получить на него ответ. Причём, если изначально вопросы, связанные с вопросами, они звучат, вот как я их обозначил, у меня есть серьёзный вопрос, я хочу его задать, да, не ждать ответа. То в процессе работы с социальной сетью неожиданно выясняется, что задавать можно совершенно банальные, простые вопросы. Но один из вопросов, который вот сегодня был задан нам, это доказательства диоремы. Один из пользователей сети говорит, я знаю три доказательства диоремы, а может кто-нибудь знает ещё одну четвёртую, да. Ему совершенно понятно, что это не нужно для научной статьи, не нужно для научного изыскания. Скорее всего, человек просто готовится к лекции, которую он будет читать своим студентам. Но вместо того, чтобы копаться в книжках и перебирать всю библиотеку в поисках ответа на этот вопрос, он задаёт его, по сути дела, мировому сообществу. Люди, которые в этом разбираются, они ему скажут, да, мы знаем или там, мы не знаем, или нет каких-то доказательств, да. Собственно говоря, вот здесь представлена страничка с вопросами. Человек под названием Леонардо с длинной греческой фамилией спрашивает о каком-то специальном термине. Ему буквально через два дня, так, вот тут три дня назад он спросил, два дня назад ему ответили. Всё, человек сейчас, так доволен, вот он благодарит того, кто ему ответил. Давайте двигаться дальше. Ну и примерно так выглядит работа, значит, страница работы для людей, которые хотят бизнеса куда-то дальше, да. Собственно говоря, представлены университеты с, наверное, не самыми известными названиями, но, разве что слово Оксфорд о чём-то говорит. Что там заработает, это второй вопрос, но самое главное, что учебные заведения, они стараются каким-то образом передавать информацию сюда, потому что они знают, здесь есть люди, да. И из своего личного опыта, недалее, чем месяц назад, произошло в моей жизни, ну, такое приятное событие. Я давно забросил заниматься интегральными операторами, я давно об этом мечтаю снова вернуться туда, ну, не делал этого, да. Вот мне пришло на почту сообщение, что вашу статью в этой социальной сети запросила там какая-то исследовательница исламного города Барониджа. И сразу, значит, захотелось снова вернуться к этим вещам. Почему? Потому что, ну, вот, оказывается, это нужно не только тебе. Не ты один занимался этими непонятными, никому не нужными интегральными операторами, да, ещё кому-то это интересно. Поэтому социальные сети научные, они позволяют как-то ещё и подогревать вот интерес к науке у тех, у кого он может быть начинает угасать. Давайте двинемся дальше. Значит, тресечки это-то здорово, да. И примерно полтора года тому назад, а может быть два года тому назад, я не помню, точно приезжал сюда директор издательства «Энзивир» в Ростов и на базе ЮФУ проводил встречу со своим научным сообществом. Это человек, который, собственно говоря, рассказывал о том, как издательство «Энзивир» видит науку. Что такое издательство «Энзивир»? Это одно из крупнейших издательств мирового уровня, которые издают научную продукцию. Это журналы, это книги, это какие-то монографии, это много ещё чего. Издаёт оно не потому, что их финансируют государства какие-то, да, не потому, что они такие добрые, богатые люди. Люди занимаются бизнесом. Они зарабатывают на этом деньги. Как они зарабатывают на этом деньги, совершенно понятно. Они издают научную продукцию и открывают за деньги подписку для, скажем, университетов. Стоит это дорого, университетов не так много, но, в принципе, это неплохо, да. Если есть отдельные, отчаянные люди, у которых много денег, и которым хочется заниматься индивидуальными вот такими изысканиями, не привлекая университет, они тоже имеют возможность получать свежую, высококачественную научную информацию, да. Почему я говорю про деньги здесь, потому что станет ясно, почему дальше я буду говорить про то, что бесплатно. Так вот, одно, один из продуктов, которыми владеет изнательство инзивид, это социальная сеть менделей. Социальная сеть менделей, бывает ими приобретена в своё время, и она используется для того, чтобы помогать людям, которые занимаются наукой, или мечтают заниматься наукой, или хотят мечтать об этом, осуществить свои мечты. Давайте дальше. Значит, сама по себе социальная сеть менделей, она включает в себя не только вот социальную составляющую, да, но также она включает в себя приложение для, собственно говоря, компьютеров, да, приложение, WV-приложение и мобильную версию. Всё это действует через, так, значит, на ВИ-67 сейчас облака. И что это позволяет нам делать? Это позволяет нам заниматься научной деятельностью в комфортной обстановке, и через комфортный интерфейс. То есть мы едем куда-то в командировку в, значит, поезде, у нас нет с собой большого стационарного компьютера, ноутбуки везти, но тоже не очень удобно. У нас есть планшет, мы занимаемся наукой, да. Мы приехали домой, за планшетом это делать неудобно, большой красивый стационарный компьютер, мы делаем это на нем. Ну, давайте двигаемся дальше и, значит, посмотрим. Здесь несколько слайдов, которые показывают нам, по сути дела, о том, что, значит, мы можем делать в Менделей. Очень важная составная часть Менделея заключается в том, что мы можем через него реализовать доступ к большому количеству разнообразных сервисов, которые нам предлагают какие-то другие продукты. Вот, в частности, вот на многих сайтах дальше будет раздел, по-разному, сеть Менделей, да, пункта, сеть ту Менделей. То есть мы, скажем, работаем с базой полнотекстовых источников ScienceDirect. Давайте дальше. О, вот, ScienceDirect, да. Это вот та самая база, которая содержит большое количество полных текстов, статей. И вот сейчас, если мы возьмем свои мобильные устройства и попытаемся что-то скачать оттуда, мы не получим доступа. Потому что нас, извините, деньги не получат. Но если мы придем в библиотеку, скажем, Южного федерального университета, у них есть подписка, и мы можем получить доступ к статьям, которые дорого стоят, тем не менее, нам интересны для научного исследования. Понятно, да? Хорошо. Нам эта статья нужна и дома. Что нам делать? Мы можем сохранить ее, соответственно, с рейтами Менделей, да, и совершенно легально, не нарушая никаких авторских прав, прав пользоваться ее уже внутри этой социальной сети. Более того, мы можем создавать группу, скажем, исследователей вокруг себя и делиться с ними этой статьей. И это, опять же, не будет являться нарушением авторских прав. Да? Давайте отменимся дальше. Ну вот, здесь речь идет об интеграции со Скопус. Дело все в том, что Менделей, Скопус, Science Direct — это все продукты, которые принадлежат инселированию. Совершенно понятно, что они их интегрируют друг с другом. И про Скопус мы чуть дальше еще поговорим. А Скопус, кто слышал, что такое Скопус? Я слышал. А кто не читает написать статью в Скопусе? Да. А у кого есть статья в Скопусе? А кто написал статью в Скопусе, потому что хотел написать статью в Скопусе? Понятно. Ну, то есть здесь собрались люди со здоровыми интересами. Давайте дальше. Ну, вот то, о чем я буду говорить дальше, оно касается именно Скопуса, да? Для тех людей, которые не знают, что такое Скопус, я расскажу. Многие люди, которые занимаются наукой, их главное интересное — получить научный результат. Да? Так кажется со стороны. На самом деле нет. Главное интересное этих людей — получить научный результат и всем рассказать, что у тебя есть вот такой научный результат. Понятно, да? Причем хочется рассказать, что он у тебя, второй был получен, первым. И больше не занимайтесь этим, потому что все равно ты меня не получишь. Я первый. Да? Есть еще очень изысканно действующие люди, которые думают, я вот сейчас получу первый научный результат, из него я смогу получить второй результат. Поэтому если я расскажу про первый, то все остальные получат второй. Я пока придержу, да? Ну, вот тут есть целая стратегия, целая, значит, такая Санта-Барбара бывает, случается. Иногда люди обижаются друг за друга, на друга за то, что один получил основной результат, а второй человек, вот у него, соответственно, все сливки снял, значит, решив, скажем, ну, я не знаю, что, доказав, я ему все равно, да? Так вот, вопрос, связанный с публикацией, это один из основных вопросов. Где публиковать и что публиковать, да? Как говорят сейчас, наибольшее количество публикаций идет из Китая. То есть китайцы пишут много статей. Наибольшее, по своему уровню, публикации у китайцев, потому что они пишут много статей, да? Написали, отправили, написали, отправили. Цель писать статьи стоит очень часто перед российскими учеными. Да? Почему? Потому что им нужно отчитываться. Отчитываться за проделанную работу, отчитываться за гранты, которые они получили, да? Очень часто нужно отчитываться за гранты, которые ты выдал сам себе. Да? Нужно читаться. Но так было раньше, да? Было большое количество журналов, российских журналов, которые люди писали сами для себя, для того, чтобы отчитываться. Спустя какое-то время это людей перестало устраивать, да? Появились специальные базы, которые вносились, ну, скажем так, в хорошие журналы. В России это так хорошо известные журналы из списка БАК, да? Они нужны для того, чтобы здесь зачитать диссертацию. Ну, хорошо, можно, значит, об этом много говорить, кому-то они нравятся, кому-то не нравятся. Но есть вот база, которая не вызывает сомнений почти ни у кого, да? Или сомнения, если они есть, то они очень такие робкие и несущественные. Это база с КОПУС, где нигде не написано с КОПУС, ну, и не нужны. Значит, туда входят по совершенно разным направлениям журналы. Это журналы, которые в научном мире хорошо известны. Это журналы, публикации которых имеют очень высокий уровень. И при всем при этом, значит, это журналы, которые, ну, эта база все время меняется, да? То есть, если ты попал в базу, это не значит, что навсегда. Если ты пишешь статьи на низком уровне, публикуешь их у себя, ее могут исключить. Это понятно, да? Зачем компания Эльзивир нужна база с КОПУС? Для того, чтобы делать деньги, да? Они предоставляют доступ вот к этим полным текстам, ну, скажем, высшим учебным заведениям за большие деньги. Так? Но для того, чтобы быть интересным высшим учебным заведением, нужно, чтобы к тебе что-ли ученые писали там статьи. Понятно, да? И поэтому компания Эльзивир придумывает большое количество разных фокусов, которые помогают людям, ну, в их научной деятельности. Вот один из таких фокусов, это сервис под названием Journal Finder, да? Предположим, мы написали статью. И думаете, ну, куда бы ее направить? Результат, который вы получили, вообще классный, настолько интересный, что просто вот аж сил нет. Да? Ну, вот где-то справа говорят, да, подавай в местный журнал, в ростовский там какой-нибудь, тебе опубликуют бесплатно через неделю. Да? Кто-то еще говорит, да нет, давай, подавай в журнал, а давай нам свою статью, и мы за две недели опубликуем ее в с КОПУСе, да? Вот, чтобы было понятно, ну, это означает, что мы, скажем, госпортсменам, это означало, ты станешь претендентом на участие в Олимпийских региях. Да? Ну, еще не участникам, и точно не победителям, но претендентом, да? Значит, но за это дай нам, скажем, 30 тысяч публик, и мы тебя точно опубликуем, да? И вот этим живет научное сообщество российское, вот, от малого до великого, да? Есть небольшое количество людей, в основном это люди из естественной научной среды, которые вот в это все не видят. А видят они во что, я вам там расскажу. Значит, ну, вернемся вот сюда. Значит, это сервис, который позволяет вам найти статью, найти журнал для опубликации своей статьи, из чего состоит статья. Статья состоит из заголовка, аннотации, текста статьи. Ну, еще есть автор, но автор никому не интересен, да? Значит, если ты вводишь сюда заголовок статьи и, соответственно, аннотацию, нажимаешь вот волшебную кнопочку, получаешь следующий слайд. В нем тебе рассказывается о том, что есть 10 журналов, которые с разной степенью, значит, соответствия твоему запросу тебе подходят. Это самое соответствующее, здесь 100%, это не видно, но это так. Здесь уже 87, да? И, в принципе, дальше ты можешь уже выбирать журнал для того, чтобы опубликовать свою статью. Причем дальше здесь есть еще информация по журналам. Сколько времени проходит, скажем, с момента, когда ты подал статью до выхода лицензии, ну, среднего, конечно, да? Сколько времени проходит до того, как ее опубликуют? Сколько процентов статей вообще отбрасывается в сторону, то есть не опубликуются там, да? Вот эти проценты есть. Сколько месяцев проходит после того, как статья станет видной всему сообществу, да? И самое главное, что здесь есть, последняя группа значков, вон там она в самом конце, да? Один из значков, и я понимаю, ни одного из них не видно, да? Один из значков выглядит так, там значок доллара, и он так зачеркнут, да? А перед ним другой столбец, оно висит на 1100 долларов. Вот, да? Значит, что они означают? Они означают одну простую вещь. Я, как ученый, могу опубликовать свою статью вот здесь, да? И я могу передать права на ее распространение вот этому издательству. И если я все эти права передаю, то эта статья, она распространяется... Давайте следующий слайд. Она распространяется по, значит, формату Open Access, да? То есть... А, пардон. Subscription, да? То есть это значит, что для того, чтобы научное сообщество не увидело, оно, научное сообщество, должно заплатить деньги издательству и зилю. Понятно, да? А вот здесь написано, что от меня не требуется заплатить ни копейки для того, чтобы я это сделал. Я и так много сделал, и получил научный результат, который я вот отдал туда, да? Конечно, я автор, но распространяет его издательство. Но если вдруг мое самолюбие вот такое, что просто, значит, зашкаливает, да? Мое само мнение тоже великое, требуется подпитка. Я хочу, чтобы буквально послезавтра мне сказали, что я гениален. То я беру 1100 долларов и плачу издательству Эльзивир за то, чтобы эта статья сразу была всем доступна. Понятно? И, значит, совместное издательство уже на мне заработало. Все, каждый может прийти и прочитать мою статью и сказать, какой я молодец. Понятно, да? Ну вот, собственно говоря, это один из важнейших моментов. Это момент, который почему-то большое количество наших ученых, гуманитариев, естественно, научных ученых, в меньшей степени касается, в это не верят. Сколько не крылишь людям публиковаться, это хорошо, интересно, бесплатно, и вас там ждут, и они говорят, нет, 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 прошло 40 тысяч. Тяжелого у нас нет. Понимаете, да? Ну и давайте двинемся дальше. Собственно говоря, если кого-то интересует... Там не совсем так все. Ну, я согласен, наверное. Если профессор занимается всю свою жизнь семантикой русских, старославянских слов, то прежде всего журналов в вашей глазе Скопострова, ну, ну, целых, сколько-то десяток. Собственно, наверное, не модели. В этом сравнении с вашей математикой, да, это немножко разные формы, да? Да. Поэтому скопостровских журналов, гуманитарных наук, ну, не в разы, а в десятки, раз в меньше. Да, конечно. Я понимаю, что по отдельным отраслям гуманитарных наук вы практически не найдете, особенно по тематике, связанной с русской культурой, да, с русским языком и так далее. Поэтому вы немножко упрощаете. Я скажу вам больше, я существенно упрощаю. Да, давайте вернемся назад, если можно. Значит, еще раз назад. Да, да, совершенно верно. По разным направлениям науки количество журналов, оно абсолютно разное, да? Но правда, которую я хотел донести, она заключается немножко в другом. Вы занимаетесь русским языком, но это здорово, например, да? Если вам, как человеку, занимающемуся, занимающемуся русским языком, говорят для публикации вашей статьи в скопусе, дайте 30 тысяч долларов, рублей, и мы вас опубликуем. Нет, это она неинтересная. Они вообще говорят, она неинтересная. Это не наша тема. Тогда да. Тогда да. Они ничего не хотят. Ни идеи, ни че. Да, в этом есть свой определенный смысл, вы знаете. Вот на факультете у меня есть много людей, которые, значит, они не говорят, как вы, да? И спасибо вам, что вы говорите, как вы говорите, да? Они говорят, мы не можем опубликоваться, потому что и дальше приводят причины. А на самом деле я говорю простую вещь. Вы знаете, просто ваше исследование вот мировому, собственно, неинтересно. Ну да, ну что вы с этим поделились. Это бывает обидно, да? Я знаю, что есть вещи, которыми я занимался, да, когда был настоящим действующим математиком. Я точно знал, что то, что я делаю, интересно, может быть, вот людям на пальцах одной руки можно пересчитать. Да, да, и еще столько же людей сделают вид, что это им интересно, потому что, ну там знакомые фамилии упомянут, да? На одной из конференций, когда я рассказывал о своем достижении, ну, результатах полученных, мне сказали, ну, там есть интегральные уравнения, есть дифференциальные, одни выходят из других. На конференция посвящена была интегральным, а я пришел с дифференциальным. Они говорят, вот когда вы найдете то интегральное уравнение, которое соответствует вашему дифференциальному, тогда это будет нам интересно. Пока спасибо за то, что рассказали, ну, до свидания, понимаете? Вот. Но для нас есть здесь положительный момент такой. Я ни в коем случае не хочу сказать, что вот вам может живется так же легко, как нам математикам, например. Вам живется в разы более тяжело, потому что изначально скопус – это база журналов техническая и, естественно, научная была, да? Как заверил у нас директор этого самого издательства Эльзибир, база скопус регулярно обновляется и пополняется. И к большому удовольствию вот этот раздел под названием Journal Finder позволяет нам вот здесь просто взять и выделить направление науки, которое интересно. Как вы говорите, русский язык? Ну, вот здесь, наверное, есть human-десенданция, наверное, что-то, наверное, в России. У меня, наверное, все. Да, ну, если можно, последний слайд. Вот здесь есть ссылки на ресурсы, которые являются, в принципе, полезными для людей, занимающихся наукой. Да, в частности, если речь идет, ну, здесь социальные сети, о которых я говорил, да, есть раздел архив, архив, да, .org. Это ресурс, содержащий большое количество предельных. То есть статей, которые нигде еще не опубликованы, но, в принципе, люди выложили их для того, чтобы поделиться своими достижениями. Вот. И есть три последних раздела – это продукты компании «Эльзивит», которые они привлекают для того, чтобы работать с журналами, да. Я вам честно скажу, я не тот человек, которому компания «Эльзивит» что-то, значит, просит вот это пропагандировать, но я, как ученый, вот этим попробовал пользоваться, мне понравилось. Рекомендую. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...